Сегодня в Даугупилской крепости прошла военно-патриотическая игра «Юные защитники Латвии». У молодых людей была возможность создать свою команду и принять участие в этом соревновании. Игра «Латвийс Яония Сарги» происходит уже шестой раз, шестой год. В Даугупилсе мы очень рады за то, что этот год мы собрали очень большое количество команд. Это рекорд, 23 команды. И в этом году тоже они будут учиться. Помимо того, что они в школе учатся историю, сегодня им тут намного интереснее будет. Они смогут эту историю прожить в реальной ситуации. Первый этап игры – обучение в мастерских, оказание первой помощи под открытым небом, передвижение с помощью карты и компаса, умение отдавать и выполнять команды, история борьбы за свободу Латвии. Принципы комплектации экипировки и подготовки к походу. Полевая стационарная стрельба. Основные принципы рукопашного боя. Основные принципы связи. Азбука Морзе и фонетический алфавит. Принципы лидерства. Основы выживания. Второй этап – забег. Во время которого участники применяли знания и умения, полученные во время первого этапа. Наши ребята, ученики средних и основных школ участвуют в соревнованиях, которые называются «Латвия с Ялной Сарги». Это ребята, которые готовы защищать в импровизированной игре независимость нашей Родины. Конечно, эти мероприятия очень необходимы и нужды. Потому что в первую очередь это возможность, что ребята могут проверить себя, проверить сплоченность своей команды, почувствовать, что такое надежное плечо. Потому что вооруженные силы, как мы видим, подготовили очень серьезные испытания. И чтобы пройти эти испытания с честью, нужно очень постараться. Миссия этой игры – помочь молодежи раскрыть чувство патриотизма, сплотить подрастающее поколение, способствовать их сотрудничеству. В пятницу утром из изолятора полиции в Чекуркаунте освобожден задержанный по делу о коррупции бывший мэр Дагопилса Рихард Эйгем. А еще в четверг был освобожден второй задержанный – некий предприниматель. Обоих Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией задержало в среду по подозрению во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств. Материал уколовного дела содержит сведения о том, что должностное лицо Дагопилской думы в период с января по август 2018 года возможно приняло взятки на сумму не менее 6 тысяч евро от представителей одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Дагопилской городской думы, а также легализовало полученные преступным путем средства. Как сообщалось ранее, дело связано с закупками самоуправления в 2018 году. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-17-х школ Дагопилса, которую выиграла фирма «Латгалас Оптима». Центральное агентство финансов и договоров заключило с Латвия Сделсельш договор о выделении средств фонда сплочения на сумму более 318 миллионов евро для электрификации латвийских железных дорог, для развития и модернизации железнодорожной сети, повышения ее безопасности, качества, пропускной способности и экологичности. Электрификация железной дороги – это финансово самый объемный из финансируемых из фондов ЕС проекта в текущем периоде планирования. Из фонда сплочения на его реализацию выделено 318,5 миллионов евро, из государственного бюджета – 28,8 миллионов евро. Так как финансирование проекта превышает 50 миллионов евро, он согласован с Европейской комиссией, которая дала по нему свое положительное заключение 12 июля. Общие затраты на первую очередь электрификации железной дороги оцениваются в 441 миллион евро. В этом сезоне в Латвию планируется доставить 135 тысяч вакцин против гриппа, что на 45% больше, чем количество вакцин, реализованных в 2018 году. В настоящее время на латвийском рынке доступно 95 тысяч доз вакцин против гриппа. Ежегодно увеличивается объем реализованных вакцин. Например, в 2017 году он вырос на 51%, а в прошлом году – на 20%. Это означает, что люди более ответственно относятся к своему здоровью и вакцинируются чаще. Как сообщалось в начале октября, Центр контроля и профилактики заболеваний зарегистрировал первый случай заболевания гриппом, хотя общая интенсивность гриппа в Латвии очень низкая. Латвийский профсоюз работников образования и науки в срочном порядке до 18 октября требует от правительства документальной гарантии и повышения самых низких ставок зарплат педагогов с сентября следующего года, в противном случае предупреждая об организации протестов. Профсоюз пригласит на встречу премьер-министра Криш Яныса Каринча, министра финансов Яныса Рейрса и министра образования и науки Илгу Шуплинску, чтобы потребовать документальной гарантии повышения самой низкой ставки за работу педагога с 750 евро до 790 евро. 10 октября 2019 года большинство депутатов парламента проголосовали против выражения недоверия министру образования и науки Илге Шуплинске, новая консервативная партия, что позволило ей сохранить должность. За выражение недоверия проголосовало 32 депутата, против было 51. Выступая в Сейме, министр заявила, что ее приоритетами являются качество, доступность образования, а также смена модели управления в науке и спорте. От ставки Шуплинский требовал Союз зеленых и крестьян. Позже к требованию присоединились и внефракционные депутаты.